Детские сады освободили от налога на прибыль, пишет российская газета. Новая норма распространяется также на дошкольные группы и группы продленного дня. Если детские сады освобождают отчасти налогового времени, то заработодателями контроль усиливается. Глава государства подписал закон, по которому банковские счета компаний, задерживающих расчеты по НДФЛ, будут блокировать. Также за подобные опоздания теперь предусмотрены и денежные штрафы. Одна тысяча рублей за день просрочки, а за опоздание на 10 дней будут приостановлены все банковские операции. Студенческий хор Северокавказского института искусств отправился в Москву для участия в финале Всероссийского фестиваля, посвященного 70-летию победы Великой Отечественной войне. Заключительный тур пройдет сегодня в Культурном центре Министерства обороны. Творческий коллектив пробился в финал, обойдя многих конкурентов на окружном этапе. И хотя у хора уже есть опыт выступления на масштабных форумах, в том числе на открытии Сочинской Олимпиады, перед выльтом в Москву ребята волновались. Конечно, это в первую очередь большая ответственность, это волнение, конечно же. Мы надеемся и будем стараться выглядеть достойно. Сильных соперников в финале будет много, говорит руководитель хора Мадина Мидова. Но именно это дает возможность максимально собраться и продемонстрировать свои умения. А главным трофеем для лауреатов конкурса станет выступление в грандиозном концерте в честь 70-летия победы. 9 мая в Москве сводный хор в сопровождении Центрального военного оркестра исполнит новую песню композитора Сергея Морозова «Бессмертный полк». Украшения для интерьера, выполненные вручную, такие подделки дарит коллегам, друзьям и родственникам Нальчанга Мадина Хаконова. Первую авторскую работу она создала полтора года назад. Началось все с желания сделать для своей семилетней дочери ободок для волос. Украсить его Мадина решила цветами из полимерной глины и яркими бусинами. Купили эту глину и стали лепить. Тренировались и у нас получилось. Сделали первый ободок, подарили. Сделали второй, третий и дальше больше. На одну корзину с цветами уходит примерно три вечера. Работа кропотливая, но увлекательная, говорит мастерица. На этом Хаконова решила не останавливаться и освоила технику бессероплетения. Первым стал букет маков. Готовые поделки сразу же находят своего хозяина. Мой день рождения для меня было приятной неожиданностью, когда Мадина пришла с необычным подарком. Мне просто непонятно, как можно такую тонкую ювелирную работу делать вот руками, обычными руками простого человека, не имеющего художественного образования. Мадина по образованию экономист. В семье двое детей. Но каждый вечер она находит время, чтобы заняться своим любимым делом. Создает живописные букеты, модные аксессуары или фоторамки. Во втором Лискене состоялся республиканский турнир по кекбоксингу на приз главы администрации Лискенского района. Приурочили его ко дню победы. Ринг был оборудован на школьной спортплощадке. Состязания начались с самого утра и поединки получились по-настоящему зрелищными. Открытие соревнований провели после полудня, когда наступила пора полуфиналов. Мы должны помнить, что наши дети победили. Надо будет с такой молодежью, мы еще не раз будем побеждать. По результатам соревнований в командном зачете победителями стали хозяева турнира. Кикбоксеры из второго Лискена выиграли большее количество наград. Второе место заняли нальчане. Замкнула тройку лидеров Шитхала. За пропаганду здорового образа жизни глава Лискенского района Аслана Фаунов награжден почетной грамотой Минспорта, которую вручил руководитель ведомства Асланбек Хуштов. По словам председателя Федерации кикбоксинга КБР Алима Кудаева, турнир планируют включить в республиканский календарь соревнований. Добавлю, что ГТРК Кабардино-Балкария оказывала первенству информационную поддержку. К этому часу у меня все. Увидимся в следующем. Не переключайтесь. Доброе утро! Доброе утро! Я приветствую зрителей нашей программы в эфире «Вести утро Кабардино-Балкария» в студии Зульфира Геляхова. Детские сады освободили от налога на прибыль, пишет российская газета. Новая норма распространяется также на дошкольные группы и группы продленного дня. Если детские сады освобождают отчасти налогового времени, то заработодателями контроль усиливается. Глава государства подписал закон, по которому банковские счета компаний, задерживающих расчеты по НДФЛ, будут блокировать. Также за подобные опоздания теперь предусмотрены и денежные штрафы. Одна тысяча рублей за день просрочки, а за опоздание на 10 дней будут приостановлены все банковские операции. Студенческий хор Северокавказского института искусств отправился в Москву для участия в финале Всероссийского фестиваля, посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Заключительный тур пройдет сегодня в Культурном центре Министерства обороны. Творческий коллектив пробился в финал, обойдя многих конкурентов на окружном этапе. И хотя у хора уже есть опыт выступления на масштабных форумах, в том числе на открытии Сочинской Олимпиады, перед выльтом в Москву ребята волновались. Конечно, это в первую очередь большая ответственность, это волнение, конечно же. Мы надеемся и будем стараться выглядеть достойно. Сильных соперников в финале будет много, говорит руководитель хора Мадина Мидова. Но именно это дает возможность максимально собраться и продемонстрировать свои умения. А главным трофеем для лауреатов конкурса станет выступление в грандиозном концерте в честь 70-летия победы. 9 мая в Москве сводный хор в сопровождении Центрального военного оркестра исполнит новую песню композитора Сергея Морозова «Бессмертный полк». Украшения для интерьера, выполненные вручную, такие подделки дарит коллегам, друзьям и родственникам Нальчанга Мадина Хаконова. Первую авторскую работу она создала полтора года назад. Началось все с желания сделать для своей семилетней дочери ободок для волос. Украсить его Мадина решила цветами с полимерной глиной и яркими бусинами. Купили эту глину и стали лепить. Тренировались и у нас получилось. Сделали первый ободок, подарили. Сделали второй, третий и дальше больше. На одну корзину с цветами уходит примерно три вечера. Работа кропотливая, но увлекательная, говорит мастерица. На этом Хаконова решила не останавливаться и освоила технику бессероплетения. Первым стал букет маков. Готовые подделки сразу же находят своего хозяина. Мой день рождения для меня было приятной неожиданностью, когда Мадина пришла с необычным подарком. Мне просто непонятно, как можно такую тонкую ювелирную работу делать вот руками, обычными руками простого человека, не имеющего художественного образования. Мадина по образованию экономист. В семье двое детей. Но каждый вечер она находит время, чтобы заняться своим любимым делом. Создает живописные букеты, модные аксессуары или фоторамки. Во втором Лискене состоялся республиканский турнир по кекбоксингу на приз главы администрации Лискенского района. Приурочили его ко дню победы. Ринг был оборудован на школьной спортплощадке. Состязания начались с самого утра и поединки получились по-настоящему зрелищными. Открытие соревнований провели после полудня, когда наступила пора полуфиналов. Мы должны помнить, что наши дети победили. Надо будет с такой молодежью, мы еще не раз будем побеждать. По результатам соревнований в командном зачете победителями стали хозяева турнира. Кикбоксеры из второго Лискена выиграли большее количество наград. Второе место заняли нальчане. Замкнула тройку лидеров Шитхала. За пропаганду здорового образа жизни глава Лискенского района Аслана Фаунов награжден почетной грамотой Минспорта, которую вручил руководитель ведомства Асланбек Хуштов. По словам председателя Федерации кикбоксинга КБР Алима Кудаева, турнир планируют включить в республиканский календарь соревнований. Добавлю, что ГТРК Кабардино-Балкария оказывала первенству информационную поддержку. Это все, о чем мы успели вам рассказать. На этом я прощаюсь. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok